добрый день дорогие друзья извиняюсь за опоздание пытался включить телеграм не включается представляете что-то вот я перехвалил телеграм и у него трансляции перестали пока мест работать не знаю почему буду разбираться после урока сяду постараюсь разобраться но слава богу фейсбук не подводит фейсбук не подводит и значит будем продолжать проводить уроки пока на фейсбуке и выставлять их потом на инстаграм с божьей помощью получится хорошо и так значит дорогие друзья все мы продолжаем мы начали сегодня новую неделю шаву атов шаву атов начали мы новую неделю новая неделя которая в которой мы изучаем глава которая называется ваешев значит ваешев секундочку как не поставить так чтобы удобненько ваешев да у меня не держится секундочку да кто говорит нам тора знаете что нас тора учит кто ищет учит нас тора и гатова мацата таами я хочу сегодня сказать огромное спасибо максиму перенчуку максим перенчук шалом он вот этот бот наш новый уникальный бот который есть телеграм-канале воикров которая можно получать советы и рэба сделал его максим перенчук и чтобы всевышний дал ему благословение в заслугу уже несколько уже почти последний раз я узнал было 300 человек пользуются этим ботом получают советы от рэбы и каждый раз когда кто-то получает совет от рэбы максим получает на свой небесный аккаунт на свой небесный депозит получает значит криптовалюту что помог помог человеку соединиться с богом и когда когда у максима появится какая-то потребность в монетизации этого своего духовного запаса он попросит всевышнего скажет всевышний я старался я вот постарался чтобы люди через советы рэбы соединялись с богом и всевышний максиму тоже поможет и всем поможет друзьям воикра который финансово поддерживает воикра партнера воикра которые партнеры больше финансово чуть поддерживают и спонсоры воикра которые поддерживают еще больше значит что во всевышний он все считается в этом мире все в этом мире считается как сказал царь самому мудрейший из людей в конце экклезиаста он сказал так сон давар в конце концов он сказал а коль не шма все понятно бога бойся заповеди вот соблюдай кизеку ляда в этом есть человек выда продолжил он знай шиколь давар каждую вещь и и вы им ли мишпад приведет бог на суд аль кольный лам все скрытое вы им то вы им ра и хорошее и плохое то есть если человек делает что-то хорошее да то мы не знаем почему он это делает а всевышний знает и даже за хорошее будет следствие как сказал он же в 14 в 12 главе 14 отрывок он сказал так не припи и из из ботов значит от плодов рта человека он насытится добром то есть если ты учишь тору если ты говоришь добрые хорошие слова то ты насытишься добром в гмуля де адам я шивно и воздаяние рук человека вернется ему значит то что человек делает добрые дела вот он сидел там программировал этого бота да значит вернется ему это это второй уровень да есть мышление мы узнаем что-то узнаем уровень мышления чек узнал потом он у себя в голове он начинает этими мыслями начинает этими мыслями ворочат там их а вот а как может так может такого что я верю а как я верю а как мне поступить что мне сделать это мышление потом он говорит себе все значит я сейчас иду на рок-тор и делаю заповедь значит спрошу что мне рыбы то есть он уже переводит в решение да и он говорит то есть все слова которые вы связаны история хорошие добрые слова надо говорить слух и дальше он делает действие в гмуль я дэй адам я шивно воздаяние рук человека вернется ему значит я хочу сейчас рассказать пока мы не начали еще недельную главу рассказать очень интересное вчера видел комментарии веленского гаона на вот это начало этого отрывка еще раз повторю это насколько помню 14 отрывок 12 главе притчей мишли да и значит он объясняет так мипри пи-иш изба тоф от плодов рта человека он насытится добро говорит в ленте гаона очень интересную вещь он говорит что у каждого человека есть потенциал в духовном мире потенциал тот который называет саган на дэн рай и потенциал который называется и инон оп до той все уравновешено его человек он на делает какие-то действия если ты делаешь что что бог сказал что это добро выполняешь заповеди учить штору делаешь добрые дела то ты этими действиями реализовываешь свой потенциал в плюсе если ты делаешь преступление делаешь зло то что бог назвал злом то ты значит Значит, реализовываешь свой потенциал в минусе, то есть ты двигаешься туда, то, что называется ад, дейном, в данной велике. Теперь он говорит в Веленске Гаон интересную вещь. «Ми припииш, от плодов рта человека он насытится добром». Значит, когда я вижу, например, что какой-то человек делает зло, я вижу, что человек делает зло, и у меня есть вариант, я могу ему сказать, ты делаешь зло, не делай зло, то есть ты себе вредишь. То есть Бог запретил это делать, или я могу ему сказать, ничего не сказать. Да? Теперь у меня выбор. Говорит Веленский Гаон, если я ему скажу, что он делает зло, сообщу ему об этом, то если он меня послушается и сделает добро, то я становлюсь как бы проводником этого добра, и то, что он сделал добро, это как будто бы я сделал тоже добро. И тогда эта заповедь, она добавляется и ему, и вам. То есть вы оба реализовали свой потенциал в сфере добра. Если он сказал, мне все равно, вот эти твои советы, вот это все это, что ты мне советуешь, я это слышать не хочу, значит, отвали, я буду делать зло, сказал он. Если он, а ты ему сказал, чтобы он делал добро, то тогда ты забираешь его потенциал добра, он от него отказался, и его потенциал добра переходит к тебе, потому что ты хотел его побудить сделать это добро. А он забирает в этом месте твой потенциал зла. Поэтому Велинский Гаон считал, что надо увещевать. Значит, Любавич Стерейбе последний считал, что не надо. Вот если вы почитаете его советы, он сказал, не надо. Он говорит, смотри, если, так как люди сейчас нервные в большинстве своем, если ты ему говоришь, что он делает зло, то он, скорее всего, он еще и на тебя обидится, еще больше добавит зла, то как бы ты попадаешь в другую историю, что ты его спровоцировал сделать зло, получается. Потому что он то зло, которое делал, сделает в два раза больше, еще и на тебя найдет. То есть он говорит, что лучше в этом случае как бы идти через любовь, через добро. Это последние вот советы Любавичского Рэбе. Велинский Гаон, который жил 300 лет назад примерно, он считал, что, значит, надо быть таким прямо, резать правду матку. Сейчас это не принято. Сейчас как бы мир изменился, и поэтому все-таки мы больше склоняемся к тому, что увещевать лучше не увещевать. Да, то есть как бы такое сейчас время. Так советуют большие мудрецы. Хорошо. Все, к сожалению, такие нервные, что-то ужас. Хорошо. Значит, начинаем недельную главу. Воешев Яков Берет Смегурей Авиф Берет Сляан. Значит, мы знаем, что Яков вернулся, решил все вопросы с Исавом. Исав ушел в землю Сыир, которую он завоевал. Он оставил Якова в Израиле, в земле, на которой жил Авраам. Бог поклялся Аврааму, значит, жил в этой земле Ицхак. И Яков тоже пришел в землю, в которой жили его папа, в землю Кнаан. Значит, здесь Малбим нам говорит такую вещь, что Яков был шалем, он был полностью реализованный. У него было 12 ценовей, у него было полностью все идеально. И он остановился. Раша говорит здесь такую вещь интересную. Все у него было хорошо. Сейчас здесь есть такой интересный Раша. Очень длинный. Сейчас, секундочку. Значит. Сейчас, секундочку. Хочу найти этого Раша, очень такого не нахожу. Потом, в общем, идея такая, да, я не нахожу конкретно этот комментарий. Значит, и, что когда у него было все хорошо. Было у него все хорошо. И началась у него проблема с Йосефом. Началась проблема с Йосефом, мы сейчас узнаем, какая началась проблема. То есть, из этого комментария, Раша, следует, что когда все хорошо, ты не можешь долгое время находиться в этом состоянии хорошо. Почему? Этот мир создан для работы. То есть, Адам Леома Леила, человек рожден для труда. То есть, весь этот мир, он не создан для получения награды. Есть шаббат, есть праздники. Все остальное время человек должен работать, работать над собой, исправлять свои качества, выполнять заповеди. Если ты хочешь отдыхать, развлекаться и так далее, то ты как бы перегибаешь чашу весов. Ты начинаешь получать больше удовольствия, чем заработал. И в этот момент чаша подравнивается страданиями. Есть комментарии, что Яков, как он сел бы шалва, он сел в спокойствии и началась у него эта проблема с Юсефом. Значит, читаем. Элиталдот Яков. Значит, вот родословие Якова. Юсеф, ему было 17 лет. 17 лет. И он называется Аяруэ Этехав. Он пас своих братьев. Значит, бацон со скотом вместе, как скот. Вот, интересный такой оборот речи. Ваунар Эднебеля. И он был при этом, обслуживал сыновей служанок. В Эднезильпай. Сыновей второй служанки Зирпы. Нашея вив, жен своего папы. И приносил Юсеф Эддибатам. Приносил Юсеф их плохие слова. Да, злоязыче их. Дибатамра. Их нападки друг на друга. Злоязыче. Эльавим. К папе. Значит, представьте ситуацию. Юсеф Цадик. Он праведник. И братья у него есть. 11 братьев. Все от разных жен. Маленький брат Беньямин, который остался сиротой от одной мамы с ним. Шесть братьев от Леи, которая была соперницей его мамы. И которая его маму не любила. Ну и сыновьям она тоже как-то, наверное, чуть-чуть это передала. Значит, есть две служанки. Которые были служанки у Рахели и у Леи. Зильпа и Бильга. У них у каждой по двое сыновей. И сыновья Леи относились к ним высокомерно. Они назвали их сыновья служанок. Потому что они считали, что все-таки их мама Лея, она была первая жена Якова. Он на ней женился. И хотя обманом он на ней женился. Но все же. Она была первая жена. И они как бы к ним относились немного свысока. Теперь Йосеф, который у него с детства был характер лидера такого. И он не мог это так оставить. Он не мог пройти мимо, когда он видел, что что-то неправильно. И он приходил к папе. И папе говорил, что папа, вот они друг на друга нехорошо так говорят. И надо с этим что-то делать. Повлияй на них. Получается, он как будто бы их пас. То есть он брал на себя ответственность управлять теми, кто были старше его по возрасту. Которые не считали, что он может ими управлять. И они, братья, они... Значит, дальше давайте прочитаем. А потом я объясню комментарии. Он любил Йосефа больше, чем всех сыновей остальных. Потому что он был сыном его старости. Сыном его старости он был. И он ему сделал рубашку в полосочку. Значит, кто видел в Меа Шаарим хасиды. Они ходят в таких халатах в тонкую полосочку. Это в память о том, как Исраэль Яков сделал Йосефу этот халат в тонкую полосочку. Это было... Тора была записана 3300 лет назад. 3300-34 года назад. А эта история была почти 4000 лет назад. Около 3800-3900 лет назад. Мы даже знаем, как он ему пошил рубашку в полосочку. Даже цвета знаем в полосочек. Устная Тора все это передает. Теперь... И видели братья, что его любит их отец, Миколи Хавад, и всех братьев. Он его любит. И начали его ненавидеть. Все подравнивается. Помните? У Рахели, мамы Йосефа, ее любил Яков больше всех. Он любил ее очень сильно. Она бесплодная, у нее не было детей. Потом у нее родились дети, Йосеф, которого Яков любил больше всех. И что? И она умерла при родах Бенемина, второго сына. То есть мы видим, что все в этом мире подравнивается, и все в этом мире очень равновесно. И вот, значит, отец его улюбил, а братья его ненавидели. И не могли они говорить с ним, с миром. И сказал он этот сон братьям. Тоже лидерское такое качество. Он не молчал, делился с братьями. Сказал он его братьям. Они его больше начали еще после этого сна ненавидеть. А что он им сказал? Послушайте-ка мой сон, сказал он им, который я халамки, который мне снился. Вот мы вместе, мы все как снопы пшеницы. Посередине поля. И вот встал мой сноп. Он встал, поднялся. И, значит, ваши снопы окружили мой сноп и начали кланяться. Моему снопу. И сказали ему братья. Ты хочешь над нами царствовать? А как же ты будешь над нами царствовать, если ты вначале машольким шольбану? Если ты вначале захватил власть? То есть, видите, он вначале, его сноп, его сноп этот, он поднялся силой. А потом они ему поклонились добровольно. Они говорят, так не бывает. Ты что ли, по твоему сну, ты должен вначале захватить власть, а потом мы должны это принять. Они ему говорят, так не будет, это неправильный сон. Но из этого сна мы видим, о чем ты мечтаешь. Они не поверили, что это пророчитый сон. Они думали, что это он высказывает то, что он мечтал. Значит, и сказали братья, что ты хочешь над нами царствовать, чтобы мы приняли твою власть. Но до этого ты хочешь ее захватить, машольким шольбану. И начали еще больше его ненавидеть за эти сны и за его слова. Что он такой, мало того, что он об этом мечтает, так он еще такой наглый, что это высказал. Так думали они. А он просто поделился с домом. Это был реально пророческий сон. Так потом и было. Когда он стал премьер-министром в Египте, они пришли к нему. И вначале они не узнали его. И он, чтобы этот сон сбылся пророческий, он вначале с ним жестко говорил, с ним, они ему поклонились. А потом, только потом, когда он сказал, я, Юсеф, они ему уже поклонились от всего сердца. Сказали, это была рука Всевышнего. И ему снился еще один сон. И он его тоже рассказал братьям. И сказал, вот, говорит, еще один сон мне снился. Вот солнце. И вот луна. И 11 звезд скланяются мне. И рассказал он этот сон своему папе и братьям. И папа разозлился. Он увидел, что это такое. То есть, что он делает? Один раздор от этого, да? И сказал ему, что это за сон тебе снится? Разве может быть, чтобы я и мама твоя пришли и братья твои, чтобы мы все тебе поклонились до земли? Сказал папа. Мама-то уже умерла. А посмотри на этих братьев, чтобы они тебе поклонились. Ты младший из них не получится. Ваекану бо эхав. А братья еще больше стали ему завидовать. Ваавив шамар это давар. А папа запомнил эту вещь. То есть, он понял, что в этом сне есть пророчество. Теперь объясняет Малбим. Он говорит, бывает такое в жизни. Йосеф с самыми лучшими побуждениями. Он праведник, мы знаем, он садик. Он, значит, говорит что-то, делает что-то с самыми лучшими побуждениями. Братья, которые тоже праведники, тоже с лучшими побуждениями. Но они смотрят на ситуацию совсем с другой стороны. Они говорят, вот у нас семейка, да? Они говорят, семья у нас вот такая. В начале у Авраама было два сына. Ишмаэль и Ицхак. И, значит, папа, дедушка наш Авраам, выгнал, прадедушка уже, прадедушка. Выгнал он Агарь с Ишмаэлем. И передал благословение Ицхаку. Благословение божественное. Понятно. Потом было у него шесть сыновей. Он этих сыновей отправил в Индию. Дал им подарки. Сообщил им мадию. Но их отправил еще при жизни Ицхака. Потом было у Ицхака двое сыновей. Был сын у него Эйсав. И был сын у него Яаков. И что? Яаков наш папа. Они же знали всю историю. Яаков наш папа. Вначале купил у него первенство. Потом он у него забрал благословение, переодевшись в Исава. И потом в итоге, когда папа пришел сюда, Исав ушел отсюда, пошел в землю Сыир, в землю Идом. И потом, значит, остался только наш папа из двух сыновей. Что будет с нами? Наверное, будет то же самое, подумали они. Наверное, из двенадцати сыновей Яаков задумал передать благословение только одному, Юсефу. И Юсеф, он сейчас специально делает все для того, чтобы нас каким-то образом отодвинуть. Так думали братья и не любили его. Теперь возникает вопрос. А Богу это зачем? Оказывается, что Бог, он видел все возможные потенциальные недостатки каждого человека. Всевышний видит, потому что он и есть внутри каждого человека. Он просвечивает как бы сердце человека изнутри. Единственный способ у Всевышнего указать человеку на его недостатки, это создать человеку неприятности, в которых эти неприятности будут как в печи, когда очищали золото или серебро раньше, то оно было грязное. Его пережигали, чтобы испарились вот эти вот примеси. Значит, то же самое Всевышний, он уже понял, что для окончательного создания еврейского народа, как народ священников, раб у Всевышнего, который полностью подчинится воле Всевышнего, необходимо было организовать египетское рабство. Теперь это египетское рабство. Как было организовать? Начинается глава Ваешев Яаков, и Яаков вернулся в землю, в которой жили его отцы. Он там родился, это его родина. Он богатый, мощный, сильный, 12 сыновей. У него все хорошо. Как он уйдет в Египет? Как он уйдет в рабство? Откуда вообще может взяться идея, что Яаков сам лично спустится в Египет? И Всевышний, он всю эту историю организовывает для того, чтобы Йосиф мог, пройдя эти испытания, как проходил Авраам, у него были страшные испытания. Братья его бросили в... хотели убить, бросили в яму. Потом он сидел в тюрьме, был рабом. Потом он был в тюрьме. То есть он прошел все эти испытания с благодарностью Всевышнему. Ни разу он против Всевышнего не возмущался, нигде он не споткнулся. И он, пройдя эти испытания, он проявил, можно сказать, проявил, создал, вывел из потенциала в реальность свою огромную внутреннюю силу. Братья, они, значит, перешли в Египет, потому что... Ну, дальше мы узнаем, как была история, и дальше еврейский народ попал в египетское рабство. Яаков, он через историю с Йосефом, он получил, как бы, возвратно ту историю, которая была с ним. Как мы знаем, что все возвращается. В Гмулия де Адам Яшивлю, что дело рук человека возвращается ему. Яаков обманом получил благословение Исава. Его обманул вначале Лаван и вместо Рахели дал ему Лею. Потом его обманули его сыновья, которые сказали, что Йосеф погиб, и дали ему, значит, одежду Йосефа. И как родители Яакова не видели Яакова 22 года, который он был у Лавана, так же Яаков ровно 22 года не видел Йосефа. Представляете? То есть все, все, все ему повторилось, чтобы мы понимали, что все возвращается, все повторяется. Всевышний всю эту историю он сделал для того, чтобы человек мог, пройдя через эти сложности, проявить лучшее, что есть в человеке. Если мы это услышали, то мы для себя можем извлечь урок и понять, что иногда можно делать добро, которое выглядит со стороны как неприятность, как зло. И так вот оно, то есть со стороны Йосефа он мог сказать, меня братья ненавидят, Бог ненавидит, всем не делает плохо. В итоге он сказал, когда братья пришли к нему в Египет, он сказал, что все, слава Всевышнему, все это дело Всевышний для нашего добра, поэтому я на вас не обижаю, что вы так поступали. Теперь я понимаю, что это был план Всевышнего. Все, дорогие друзья, всем удачи и успехов, чтобы Всевышний услышал, дал нам первое, чтобы мы ту туру, которую учили, мы ее понимали, запоминали и получали божественный свет, божественное знание. Это первое. Второе, чтобы мы выполняли заповеди и чтобы была у Всевышнего огромная радость воздавать нам воздаяние дел наших рук только добро, чтобы мы делали очень много добра и чтобы мы это добро себе получали обратно, и чтобы мы учились лучше на примере, чтобы мы сопереживали Юсефу, сопереживали Якову, сопереживали братьям, но сопереживали, чтобы не надо было Всевышнему нам все это организовать в реальности, все эти проблемы. Все. Значит, чтобы был Арифаш, Ламарита, Васбаси и все, кто нуждается в выздоровлении, и чтобы Всевышний услышал ваши молитвы и выполнил их для вашего блага. И главная наша молитва, чтобы быстрее закончилась война, наступил мир, чтобы был шалом в головах, шалом в отношениях и шалом в мире, чтобы не было войн. Это ужасно, когда одни люди приходят и убивают других. Все, счастливо. До завтра.